Всем большой привет и рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня в этом видео я хочу с вами просто поговорить. Это будет такое неформальное видео. На экране вы видите вышивку, местами возможно там будут появляться какие-то картинки. Это не ответы на какой-то из тегов, это просто мои некие рассуждения по определенным пунктам. Ни к чему не обязывающее видео. Достаточно часто я упоминаю о том, что я человек одного процесса. Но по факту получается, что это не совсем правда. И давайте я все же это поясню. Когда я говорю это в ваших экранах или в комментариях, я имею ввиду, что я вышиваю один большой проект. То есть это вот как у меня была сирень. Сейчас у меня основной процесс это сапожок. Который, к сожалению, после того отчета он не продвинулся ни на один крестик. Были более, я бы не сказала важные процессы, но именно те процессы, которые перетянули на себя одеяло. В общем, я надеюсь, что на тот момент, когда выйдет это видео, я уже вышиваю свой сапожок. Потому что, честно, соскучилась. Но вот, наверное, тот факт, что мне придется распарывать определенный участок, он меня где-то и тормозит. Потому что мне этого не хочется делать. А с другой стороны, это нужно сделать, распороть, его перешить и потом уже в дальнейшем наслаждаться процессом. Но получается, что в моих процессах, в моей вышивальной жизни находится не только этот сапожок. В частности, это елочные игрушки. Я по-прежнему в этом совместном проекте, хоть я на какое-то время выпала из него. Но, тем не менее, так как я вышивала обычно в месяц по две игрушки, то, в принципе, я иду в таком, в хорошем количестве, да, если сравнивать по итогу. На данный момент я заканчиваю последнего снеговичка из этой серии. И уже в отчетном видео я вам покажу всю эту серию целиком. Дам некоторые советы по вышивке на пластиковой конве. И укажу те замены ниток, которые я применила в данной работе, потому что я знаю, как минимум, несколько девчонок, которые захомячили себе эти схемы и просто хотят вышить этих снеговичков. Я просто озвучу свои замены. Если им понравился именно тот результат, который у меня, то они могут с легкостью его повторить. Потому что все же он отличается от ключа. Ну, немножечко, но отличается. До недавнего времени еще одним таким параллельным процессом это была шовчиковая авантюра. Видео о итогах этой авантюры вы уже видели на моем канале. Ну, и до этого это была вышивка в ванну. Это были кулоны, которые также вам очень полюбились. И мне вдвойне приятно, когда я читала комментарии, что я вдохновила некоторых девчонок. Они тоже хотят себе подобные вещи. Кто-то уже приобрел вот эти вот заготовки, а у кого-то, оказывается, они были в запасах. Это очень здорово. И когда вот ты читаешь, что ты кого-то вдохновляешь на нечто подобное, ты понимаешь, что твои работы, вот в частности, да, видео, все это не зря. Так что спасибо вам большое еще раз за то, что даете мне понять, что я не просто так это все делаю. И, кстати, да, еще был такой небольшой параллельный процесс. Это бескорню в стиле хардангер. Я вам ее не показывала. Как-то, видимо, я забывала, когда я снимала какое-то видео. Я забывала не сказать. Но давайте я вам в этом видео ее покажу. Это небольшая бескорню. Я ее выполняла на кэшел 28-го каунта цвета льна, который я приобрела. И, кстати, здесь, в этой работе, я как раз и попробовала те нитки, которые я купила летом. Скорее всего, они все-таки предназначены для вязания. Но, тем не менее, я ими вышила это бескорню. И могу сказать, что они вполне годны для этого. Единственный такой недостаток. Нить крутится, так как она скручена изначально. Поэтому слишком длинную ниточку брать я не советую. Вот покороче, наверное, будет в самый раз. Выполнила я вот такой незатейливый рисунок. Я в этом направлении только учусь. И какие-то сложные элементы я пока побаиваюсь брать. Но я думаю, что со временем я все же осмелею. Также для украшения я применила бисер. В центре крупную бусину. Ну, относительно крупную. И мне захотелось сделать вот эти кисточки. И пришить их по бокам. Я видела подобные варианты оформления в интернете. Мне так очень понравилось. И в качестве задника я использовала просто хэбэшную ткань. Мне захотелось тоже сделать такой небольшой эксперимент. Вроде получилось неплохо. Не знаю, буду ли я в дальнейшем так же экспериментировать над подобными вещами. Или уже попросту буду делать две вышитые заготовки. Их потом сшивать. Ну, время покажет. Ну, такая милая вещица была мною подарена. Одному хорошему человеку она этой девушке понравилась. И я осталась, в общем, довольна как самим результатом. И тем, что я смогла порадовать одного человечка. Еще пару слов про свои процессы. Я хочу попросить прощения у тех девчонок, которые смотрят меня достаточно давно. И которые знают, что я планировала в этом году отшить адвент-календарь для своих детей. Девчонки, к сожалению, я не буду этого делать в этом году. И этот проект я откладываю на следующий год. Все дело в том, что осталось не так много времени. То есть мои вот эти проекты, они немножко затянулись. И честно, я не хочу начинать что-то новое, пока я не закончу сапожок. Я не хочу плодить долгострой. У меня их два. И, кстати, в будущем, в следующем году у меня есть желание их тоже закончить и как бы вот избавиться от таких скелетов в шкафу, если можно так сказать. Вот. Ну и, честно, немножко у меня полгаз запал. Я не хочу вышивать, делать этот адвент-календарь через силу, то есть себя заставлять где-то там спешить. Честно, я этого не люблю и особо не приемлю. Вышивки, да, это все-таки творческий процесс. Поэтому я на днях посидела, подумала и решила, что я буду в следующем году постепенно, не спеша, его делать, отшивать, пришивать, безусловно, показывать это все в видео, потому что, возможно, это кому-то пригодится в дальнейшем. И уже к следующему Рождеству этот грандиозный проект будет готов. И, как мне кажется, может быть даже это где-то и к лучшему. К следующему году и наш сын будет уже старше. Ему будет около 2,5 лет, и тогда он сможет активно поучаствовать во всех тех заданиях, которые будут, в тех кармашках. В общем, да, планы планами, но меня, если честно, поглотила вот эта подготовка к Рождеству. Зимние сюжеты, они, безусловно, по-своему волшебные, как и сам праздник, Новый год и Рождество. Поэтому у меня вообще сейчас как-то какие-то все проекты зимние, да, эти игрушки, сапожок, и в дальнейшем у меня также будут... Я планирую вышить несколько работ для украшения нашего дома, чтобы это была именно такая рождественская тематика. Мне хочется вот именно их вышить, да, на данный момент, в ближайшее время. Поэтому, наверное, они где-то перетянули одеяло на себя, и адвент-календарь немножко потерял, ну не то, что свою актуальность, а именно моё желание, да, вот тот мой такой творческий порыв немножко иссяк. Но он не иссяк полностью, он именно иссяк на данный момент, в том плане, что есть те работы, которые мне хочется отшить в первую очередь. Вот как-то так. Иной раз мне задают такой вопрос, а если я в Инстаграм, дай ссылку на свою страницу. Девчонки, честно, меня в Инстаграм нет, и на сегодняшний день я вряд ли там появлюсь. У меня есть на это несколько причин, как в той песне певать, да? Ну, у меня не пять причин, у меня чуть меньше. Первая причина это в том, что мне не хочется слишком много времени, тратить на вот эти все социальные сети. Я есть ВКонтакте, я, безусловно, есть на Ютуб. У меня есть страничка в Одноклассниках, но я там появляю достаточно редко, поэтому это, в принципе, информация не актуальна. Моя страница ВКонтакте, это моя личная страница, то есть там все мои друзья и со школы, и с университета, и просто люди по жизни. То есть я не создавала какую-то отдельную страницу, только для Ютуба. Еще такой момент, что я больше чем уверена, если я зарегистрируюсь на Инстаграм, я подпишусь, наверное, на очень многое количество людей, и это не только касаемо рукоделия, в частности, вышивки крестом, есть же еще и по хардангеру, и по тем же шовчикам, и что-то вообще не относящееся к рукоделию. Мне кажется, что я просто пропаду, что я буду смотреть эти фотографии, и просто в этом всем утону, и буду тратить неимоверное количество времени. И есть еще такой небольшой момент. Здесь, опять же, я служу, наверное, по себе, и где-то не стоит этого делать. Я изначально заводила свой канал для того, чтобы снимать видео, чтобы посредством этих видео с вами делиться теми или иными процессами, готовыми результатами и так далее. И мне интересно именно в видео узнавать о каких-то новых вышитых работах, о тех же покупках, о каких-то идеях, да, обо всем об этом. Наверное, мне бы было не так уже интересно, если бы я изначально видела фотографию той же отшитой работы, там, или нового процесса, или еще что-то. То есть я уже увидела, да, как бы этот фрагмент. Возможно, где-то я бы уже какие-то отдельные видео не смотрела, потому что, ну, я уже видела то, что человек сделал, я почитала его комментарии, что он написал под этой вышивкой. И вот, наверное, во избежание вот этого всего я тоже отчасти не регистрируюсь в Инстаграм. Мне хочется все-таки, чтобы вот эта интрига, по крайней мере, для меня сохранялась. И я, в принципе, придерживаюсь того же самого. В контакт я выкладываю уже фотографии готовых изделий, и по большей части, когда уже снято о них видео. Вот, потому что, как я повторюсь, это моя личная страница, и я не хочу, как бы, да, ее засорять какими-то промежуточными фотографиями или, там, ссылками на видео, потому что далеко не всем моим друзьям это интересно, ну, и как-то я не особо в этом вижу смысла. Все-таки я выкладываю готовые свои работы, это отчасти и для самой себя. У меня есть отдельный альбом, где я, в принципе, вижу то, что я сделала за какой-то период или вообще за свою рукодельную жизнь, потому что порой что-то забывается. А так ты пролистнул фотографии, о, какая я молодец, ммм, а я и вот эту работу сделала, круто, а я уже, да, может быть, где-то и подзабыла. Особенно это касаемо то, что я вышла на подарок. Я ничего не вижу, как бы, плохого в этой сети, и я нормально отношусь к том, что в многих девчонках там сделаны страницы. Опять же, есть девочки, которые не ведут свои видеоканалы, то есть они выкладывают фотографии туда, и там тоже делаются какие-то совместные проекты. Это все здорово. Пока что я обхожу это все стороной. Иной раз я захожу на Инстаграм, когда кто-то из вас там кидает ссылку, вот когда недавно я слушала Илону Илка, и она в инфобоксе оставляла ссылку на девушку по хардангеру, я зашла, я с удовольствием посмотрела на ее работы, да, действительно красиво, и заслуживает внимания. Иной раз я могу также по ссылке зайти и на ваши видео, господи, и на ваши страницы. Но не у всех у вас открытые аккаунты, вот в частности, как-то я пыталась посмотреть фотографии у Ольги Теплицкой, но у нее закрытый аккаунт, то есть я ничего не смогла там, естественно, увидеть. Ну, как бы бывает такое. И, наверное, под конец я хотела вам предложить для просмотра несколько видео, несколько таких осенних, теплых видео. Как раз сейчас у нас конец сентября, а может быть и начало октября, я не знаю, когда я выложу это видео. Ну, в общем, у нас сейчас за окном осень, у всех она разная, у нас она пока что зеленая, местами дождливая, у кого-то, возможно, она уже такая красивая, яркая, желто-оранжевая, вот я именно такое обожаю осень, когда вот этот листопад, вот это буйство красок, это очень красиво, и такая создается определенная атмосфера уюта. И вот именно в это время очень хорошо вечерком, в тепле, под пледом, кружка любимого чая в руках, в компании своего любимого человека или семьи, а возможно просто самому. Кстати, в одиночестве нет ничего плохого, и порой даже полезно побыть одному, наедине с самим собой, о чем-то подумать, просто расслабиться, и посмотреть несколько фильмов, возможно, некоторые из них вы уже видели, да, я ничего вам нового не открою, но наверняка что-то из этого вы не видели, и посмотрев эти фильмы, вы приятно проведете свое время, это я вам гарантирую. Я особо не буду останавливаться на этих фильмах, я просто вам скажу их название. Первый фильм это «Сладкий ноябрь», это фильм 2001 года, и в главных ролях снялся Киану Ривз и Шарлиз Терон, но я думаю, что многие знают об этом фильме, кстати, я его когда-то смотрела, но вот недавно я его пересмотрела, и у меня сложилось такое ощущение, что я как-то особо, в общем, и не помнила этот фильм, поэтому я его с удовольствием посмотрела, пережила эмоции с главными героями, и действительно, этот фильм, он учит, потому что порой за беготнёй, да, вот эта вот работа, дом, за каким-то карьерным ростом, мы не обращаем внимания на саму жизнь, на то, что нас окружает, на все эти мелочи, потому что действительно в мелочах счастье, вот, и та красота, которая повсюду, как я уже говорила, что, ну, не бывает некрасивых мест, каждый город, каждый уголочек нашей планеты, он по-своему прекрасен. Ещё такой тоже очень интересный фильм, он по-своему трогательный, это фильм «Ачеха» с Джулией Робертс, это фильм 98-го года, я его посмотрела недавно впервые, мне очень понравился, есть над чем подумать, да, этот фильм, он именно показывает жизненную ситуацию, которая, ну, оно и в реальной жизни может быть, да, и тот исход, который показывается в этом фильме, действительно заслуживает внимание и, возможно, где-то, ну, в общем, заставляет задуматься, это, знаете, порой очень полезно. И также один из тех фильмов, который мне очень понравился, о нём я услышала от другого блогера, от бьюти-блогера, это фильм «Вам письмо» с Томом Хэнксом и Мэг Райан, это фильм тоже 98-го года, и он действительно такой тёплый, трогательный, милый, интересный, вот действительно такой осенний фильм, я вам очень рекомендую, если вы его не видели, я уверена, что он вам понравится. А, ещё я вспомнила, есть такой фильм, опять же, Джулия Робертс, называется «Ешь, молись, люби», этот фильм 2010-го года, то есть он уже как бы не такой старенький, я его тоже относительно недавно посмотрела, мне очень понравился, и вообще мне в последнее время нравится эта актриса, Джулия Робертс, раньше, и я, наверное, её не понимала, и я как-то видела её в фильме «Избежавшая невеста», и, ну, в общем, она мне не нравилась, но когда я увидела фильм «День святого Валентина», где она играла небольшую роль, вот, наверное, начиная с этого фильма, я на неё взглянула совсем по-другому, она мне стала интересна, мне стала приятна её внешность, и вообще вот её игра, то есть вот её героини, в которых я видела в последующих фильмах, действительно она заслуживает внимания и уважения, вот, поэтому мне очень приятно смотреть с ней фильмы, и вот этот фильм «Ешь, молись, люби», он достаточно интересный, рассказывает о том, что если вы где-то запутались, да, возможно, в отношениях с любимым человеком, или где-то в работе, да, какие-то там перепятии, в общем, вы стоите на перекрёстке, да, и вы просто не знаете, что вам делать, вот, наверное, один из лучших вариантов это взять паузу, взять тайм-аут и уехать, уехать куда-то в спокойное место, и там отдохнуть от всех вот этих забот, и спокойно подумать, как жить дальше, и что делать, в общем, интересный фильм, я вам также его рекомендую, он достаточно лёгкий и приятный. На этом, наверное, я буду с вами заканчивать такую спонтанную произвольную болталку, я надеюсь, что вам понравилось со мной в таком плане общаться, если есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, и эти вопросы, возможно, требуют какого-то рассуждения, обязательно пишите мне в комментариях, я сниму подобное видео ещё раз, почему бы нет. На этом я буду с вами прощаться, я желаю вам отличного настроения, приятной, тёплой осени, и увидимся в моём новом видеоролике. Всем пока!